добрый день уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодняшнее видео я снимаю по просьбе нашей подписчицы которая освоила вышивку пишет что она шьет на оболочки и расшивает их вышивкой гладью очень приятно что наши видео помогают кому-то осваивать разные виды творчества но у нее не очень получается вязание крючком и я решила по просьбе татьяны сделать вот это видео показать основы вязание крючком самые самые основы потому что здесь надо освоить всего несколько несколько элементов как их делать и тогда все будет получаться для начала мы сделаем научимся плести косичку это основа вязание крючком затем освоим столбики столбики бывают у нас без накида с накидом с двойным накидом и затем комбинируя в разном порядке эти столбики можно получить разные рисунки вот например вот так я обшиваю полотенчики мне очень нравится вот это разные здесь лежат полотенчики вот такое вот такое и так приступим и так чтобы приступить к вязанию нам надо подобрать нитки вот эти полотенчики обвязывались нитками ирисом я же сейчас для того чтобы показать основы вязание крючком выбрала нитки потолще какими мы обычно вяжем крючки подбираем крючок для более тонких ниток используем тоненькие крючочки для вот такой работы для вязания вот такими толстыми нитками я возьму крючочек немножко потолще и так самое первое мы с вами осваиваем как надо с чего начинать плетем косичку вот берем с вами ниточку вот так и и вокруг пальчика и так так вокруг пальчика этим придерживаем вот так крючочек завели сюда вот так делаем оборотик получили вот такую петельку теперь захватываем ниточку вот так то есть мы крючок вот под эту ниточку заводим и протягиваем ее в нашу петельку еще раз крючок под ниточку и вот она у нас вылезла вот так плетем косичку свободно очень туго не затягиваем нитку для того чтобы начать нам процесс обучения мы ее очень длинную делать не будем вот например вот так получилось у нас вот такая косичка теперь делаем столбики без накида вот у нас вот здесь первую вот эту нашу пропускаем вот сюда во вторую ячеечку опустили наш крючок смотрите еще раз вот мы закончили вот первая ячейка от нас вот вторая вот в нее мы крючочек завели подцепили ниточку вот у нас теперь на крючке две петли подцепляем вот так нитку и в эти две петли и и протягиваем получилась опять одна в следующую ячеечку так и опять она одна вот это мы сейчас делаем столбики без накида так если что-то лишнее зацепили мы это скинем под одну ниточку вот здесь мы должны наш крючок так вот у нас петля и вот так потихонечку у нас получится целый ряд столбиков вот видите вот сюда в следующую раз и вот так мы делаем до конца до самого нашего пока косичка закончится вот так плетем это мы делаем первый ряд осваиваем столбик без накида не спешите туго не затягивайте потому что если затяните туго неудобно будет вам нитку с крючком вытащить из этой петельки вот раз вот если там что-то зацепили не так чувствуете идет туго отпустите это дело по новой вот теперь вместе провязали и вот так этот ряд мы с вами до вяжем ох уже хотела с накидом сделать не спешим так вот видите вот так довязываем довязываем я остановлюсь вот столько связала все понятно это столбики без накида теперь вы довяжите до конца затем сделаем вот так воздушные петли ну две перевернем нашу вязку вот так и теперь будем делать столбики с накидом с накидом это значит вот так вокруг крючка раз ниточку это накид и теперь вот сюда вот сюда получилось у нас с вами на крючке как бы три петли мы захватывая нитку провязываем 2 и затем еще 2 это столбик получился с накидом он будет повыше тех столбиков которые были в первом ряду опять делаем накид следующую вот сюда ячейку мы вставляем наш крючок 3 опять у нас три петли 2 провязываем и потом еще раз 2 и вот так тренируемся вывязываем столбики с накидом немножко резкость поправим так 2 и еще 2 это нитки у меня толстые из таких не так я вязала наволочки можно вязать кофту шарф любое изделие вяжется крючком элементарно после того как освоили вот эти столбики вязание этих столбиков в журналах у мастериц есть схемы где расписано как чередовать эти зубчатые столбики и получать красивые ажурные рисунки вот видите какой у нас был короткий первый столбик вот он какой маленький и какой длинный второй он у нас накидом теперь делаем раз два две воздушные петли переворачиваем наше изделие что такое два накида вот смотрите раз это накид раз еще накид теперь крючок так у нас здесь четыре петли четыре петли на нашем крючке вот смотрите их видно хорошо та которая была в начале два накида и мы продели вот сюда вяжем две затем еще две и затем еще две столбик получается еще более длинный и так еще раз не затягивайте если будете делать туго вам будет сложнее делать такие манипуляции смотрите раз столбик один два столбик другой крючок опускаем в предыдущий столбик захватываем нитку получилось у нас с вами четыре петли берем провязываем две затем еще две так вот допустим запутались показываю как на примере все распустили делаем раз накид два накид опускаем в наш предыдущий ряд провязываем две затем еще две видите и еще раз две получается вот такой длинный столбик делаем так пока закончится наша строчка смотрите раз два три вот теперь опять теперь опять делаем то же самое раз два опускаем в предыдущий ряд в предыдущий ряд сейчас я еще поподробнее покажу вот смотрите вот так два провязали еще два провязали и еще два провязали вот что такое предыдущий ряд вот смотрите какие тут их прямо вот видно вот эти вот места куда мы с вами крючочек потом заводим вот смотрите значит еще раз раз два и вот сюда теперь подцепили вот так свободно ниточку держите так освоив вот такое вязание вот надо освоить это основа всего и основа любого рисунка и основа связать цветочек все что угодно получится после того как мы освоим вот такие наши столбики вот они смотрите вот первый был он совсем маленький вот такой второй с одним накидом вот такой а это столбик уже вон какой большой он с двумя накидами вот когда вот это у нас работа будет освоена вот для таких толстых ниток у меня крючок вот я взяла размером 2 миллиметра то есть вот здесь толщина крючка вот написано 2 миллиметра вот он нам сейчас сюда подходит идеально более тонким крючком неудобно нитка не будет цепляться он не будет ее захватывать толстый совсем нам здесь не нужен вот когда вот это мы освоим тогда мы перейдем к вязанию вот таких рисунков например вот здесь у нас идет столбик сна столбик без накида здесь мы косичку не плели здесь сразу мы начинаем на полотенчике край обвязывать обвязали затем вот идет столбик вот этот ряд столбик с одним накидом затем воздушными петлями мы делаем вот такие косички а потом уже эти косички обвязываем столбиком с накидом я покажу как это делать в следующем видео пока тренируемся учимся делать столбики на этом наше сегодняшнее видео я заканчиваю всего вам доброго спасибо что были с нами пишите ваши комментарии всего доброго до встречи на канале ладно да складно до встречи